Радио. Крым. Главное информационное. В эфире Елена Ильницкая. Мы говорим о цифровизации, об электронном обучении и так далее, о новых программах, о новых интересных возможностях, о том, как человеческая фантазия, в общем-то, все это преодолевает и насколько это может далеко зайти. В студии Радио Крым сегодня Асан Керимов, декан факультета экономики, менеджмента и информационных технологий Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзия Кубова, кандидат экономических наук. Асан, добрый день. Добрый. А также Роман Шосток, это Центр электронного обучения Крымского федерального университета, руководитель отдела разработки цифрового образовательного контента. Роман, здравствуйте. Здравствуйте. Слушайте, ну, эта тема, конечно, цифровизации весьма актуальна и волнительна. Кто-то ее боится, потому как думает, что про него будут все знать. Все, извините, параметры, чуть ли не все родословное и, может быть, даже код, не знаю, генома. Ну, а некоторые очень даже продвинуты в этом направлении и, ох, как стремятся в эту цифровизацию окунуться с головой до последней клеточки организма. Ну, цифровизация – это внедрение современных цифровых технологий в различные сферы жизни и производства. Мы уже видим, особенно за прошедший год, насколько это входит в нашу жизнь в каждый, не знаю, день, секунду, в каждую сферу и в медицине, и в образовании, и в различных наших коммуникациях. Расскажите, пожалуйста, чего ждать? Совсем уйдем в это с головой или все-таки останется что-то на поверхности традиционных систем обучения? Да, я вот предоставляю слово Асану. На самом деле, я думаю, традиционное обучение всегда будет играть превалирующую роль, потому что непосредственное взаимодействие преподавателей и обучающихся, оно не может заменить взаимодействие обучающегося посредством компьютера. И тот всплеск интереса к цифровому образованию, который мы имеем, он действительно чрезвычайный, и на самом деле здесь нечего бояться. Мы идем много со временем, Российская Федерация здесь такая же страна, как и все остальные. Мы идем, развиваемся, и бояться этого не нужно. Впереди у нас обучение всех всему, освоение новых технологий, новые технологии будут совершенствоваться, и мы должны идти в ногу со временем. А традиционное обучение, оно как было основным, так и будет. Значит, вы говорите, Асан, что бояться этого не надо, ни в коем случае. Надо просто, знаете, как говорится, брать все хорошее, оставлять все плохое за кадром, и вот именно на основании, на фундаменте этого хорошего делать интересные программные продукты, которые помогут преподавателям, студентам, родителям, не знаю, там, бабушкам, дедушкам, как-то вот по-новому интересно, по-современному коммуницировать. Действительно, это так. Вот опыт прошлого года показал, что когда всем нужно было переходить на дистанционное обучение, именно взаимодействие молодежи и старшего поколения, оно позволило перейти на это обучение дистанционное достаточно комфортно, по крайней мере, в нашем университете. Да, действительно, люди старшего поколения, они не столь близки были к информационным технологиям, особенно к электронному обучению, но люди младшего поколения, они быстро все схватили и быстро освоили все те навыки, которые были необходимы. И благодаря дружеской среде, которая есть, по крайней мере, в нашем университете, мы очень быстро перешли к нормальной работе в дистанционном режиме, и мы справились. Скажите, пожалуйста, Роман, вот ваш центр электронного обучения в Крымском федеральном университете. Я так понимаю, это конгломерация различных направлений, вот в этом электронном центре собираются и биологи, и литераторы, наверное, и, может быть, даже сотрудники кафедры физвоспитания? Да, значит... Для всех есть какие-то электронные продукты, по крайней мере, можно выдумать? Двери центра электронного обучения открыты для всех. У нас работает прекрасная команда, мы работаем даже с физвозом, но я не могу не согласиться с коллегой, что традиционное обучение превыше всего, и оно самое главное. Это радостно, потому что об этом говорят преподаватели, и, вот, знаете, очень хотелось бы, чтобы это не уходило в этом небытие. Нет, мы должны из ошибок прошлого или из опыта создавать новые кейсы. Я хочу сказать о так называемом смешанном обучении, то есть чтобы переход в цифровизацию был намного легче, быстрее, мы должны переходить, использовать курсы смешанные. Там, где необходимо провести лабораторную, настоящую лабораторную, мы ее должны провести, мы это можем. Но есть новое лабораторное оборудование, вот, на физико-техническом университете у нас, где есть интерфейсы, мы можем дистанционно подключаться и снимать показатели, находясь дома буквально. Окутываем это все дело педагогическим сценарием, как студент должен выполнить работу дистанционно, и он ее выполняет, находясь дома. Но это сегодня не все оборудование есть, но, скажем, первые зерна уже посеяны, и это есть цифровая эпоха уже сейчас. Да, это получается сочетание такой цифровизации с действительностью. Блэндинг-лёнинг. Еще раз только по-русски, пожалуйста. Смешанное обучение в английском терминологии «темблэндинг-лёнинг». Такое завуалированное, да, можно так сказать? Это широко известный термин в русских кругах, но, наверное, уже не в русских. Да, думаю, что наши радиослушатели запомнят это словосочетание, будут применять его, если захотят кого-нибудь испугать. У нас сейчас небольшая рекламная пауза. Друзья, не переключайтесь, о цифровизации говорим сегодня о новых электронных продуктах, об обучении, об образовании. Так что, если, может быть, есть какие-то вопросы, присылайте, пожалуйста, нам на вайбер и ватсапах. Мы встречаемся буквально через несколько секунд. Продолжаем нашу встречу. Напомню, в студии Радио Крыма Сан Керимов, декан факультета экономики Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова и Роман Шосток, руководителя отдела разработки цифрового образовательного контента Крымского федерального университета, где есть центр электронного обучения, о котором мы уже немножко узнали с вами, друзья. Но, действительно, сочетание традиционного обучения, образования и дистанционного – это наша вот уже действительность. Мы думали, что это где-то далеко, за какими-то там годами, горами, но мы пришли к этому, коронавирусная инфекция подтолкнула и подтолкнула к созданию очень большого количества программных продуктов для преподавателей, для студентов. Безусловно, есть, наверное, такие преподаватели, которых, как и студентов, надо было обучать АЗАМ каким-то, да, вот, программных моментов. Да, действительно, были такие преподаватели. И, на самом деле, вот то, о чем я говорил, мы сначала в таком неформальном режиме обучали своих сотрудников, то есть младшее поколение обучало старших, а потом у нас была цель повысить квалификацию официально. То есть мы запустили программу повышения квалификации для всех преподавателей, кто желал, и практически весь университет у нас прошло повышение квалификации. И, соответственно, к сентябрю мы уже были полностью готовы к тому, чтобы работать в этом режиме. И я вам хочу сказать то, что у нас сейчас есть надежда на то, что в скором будущем все ограничения по коронавирусу будут сняты. Но ВОЗ пообещал к концу 2022-го. Но в любом случае, я думаю, все вузы, не только наши, будут сохранять систему дистанционного обучения параллельно очном форуме обучения. Почему? Потому что неизвестно, что будет. То есть если мы будем сейчас готовы к реализации образовательных программ в дистанционном режиме, значит, мы готовы к любому сценарию, к любому развитию ситуации. Поэтому я считаю, что это даже очень хорошо. Я согласен. Но не только сохранять, но и развивать. Потому что это новые компетенции, как и для преподавателей, так и для студентов. У нас по совместительству работают студенты. Они, скажем так, на переднем фронте... Студенты преподают преподавателям, да? Они помогают. Они помогают поддерживать площадку преподавателям, работать с новыми цифровыми образовательными контентами. Если, допустим, преподаватель хочет использовать в своих кейсах формулу, вот как он должен сделать. Обычный вебинар это не даст. Он либо на презентации покажет формулу. Но студент должен уметь ее сам набирать на компьютере. Они это умеют и помогают интегрировать вот эти вот задачи в площадку. Роман, вы показывали вот программу, для которой придумали LED-экран. Ну, не вы придумали, вы, я так понимаю, его просто воплотили уже здесь. Идея, идея не нова. Да, идея, но что нового в вашей идее? Вот, может быть, вы чем-то все-таки... Идея – это новые педагогические сценарии, новые их стандарты. Это не только вебинар или обычная презентация, как я говорил, либо трансляция в онлайн, в скайпе. Это создание комплекса смешанных учебных, дидактических единиц или учебных последовательностей, мы их также называем, где все занятия обычного аналогового виде, который происходит, делятся на фрагменты. Если провести вебинар целый час, студент не усидит. Максимум 7-15 минут. Такой предел концентрации внимания на видеоконтенте. Поэтому мы решили создать, фрагментировать все занятия в аналоговом виде на фрагменты. Это с использованием доски LED-мэджик, где степень вовлеченности студентов и преподателей максимальна. Предатель пишет на доске сам, работает с камерой. Следующие кейсы – это проверка знаний. Он может презентацию выгрузить, а потом общение в чате, формы и вебинар. Тем самым вот это наше занятие полтора часа разбирается на много интересных фрагментах с элементами геймификации. Преподатель, мы даем такую возможность, инструменты, заложить какие-то игровые сценарии, где студент разыгрывается не просто так, а баллы, промежуточные аттестации, которые накапливаются в общую копилку. Ну да, студентов это привлекает. Конечно, да. Конечно, геймификация. Плюс интерактивные задачи, где на площадке нужно перетащить, ну, какая-то задача, кейс, указать атомы, какого элемента. И студент сам мышкой перетаскивает в интерактивном режиме. Это не просто он слушает преподавателя, а ему интересно. Да, но... Образование – это увлечение, это творчество. Да, смотрите, раньше, если процесс образования, процесс обучения был такой серьезный, да, какие игры в вузе? Ну, какие игры? Никаких игр. Это в детском саду еще можно, да, было? Только согласно рабочей программе дисциплины. Студенты тоже дети, да? Да. Им никакая геймификация им не чужда. IT-инструменты вы придумываете и со студентами, и с преподавателями уже в зависимости от потребностей той или иной сферы, там, биология, физика. Да, обычно бывает преподаватель приходит, у него есть идея, но он не знает, как это сделать. Вот мы помогаем ему либо со сценарием, либо с IT-технологием. Мы владеем самыми передовыми технологиями. Мы начали, конечно, еще давно этим заниматься. Но программисты у вас владеющие разными языками, да, и шарпы, и плюсы, и всякие разные другие, да? Да, все зависит от технологической площадки, которую мы используем. У нас на основе открытого исходного кода доработанное. Вот мы ее много лет, скажем так, изменяем. И, в принципе, мы можем, есть такое понятие цифровой след образования, отслеживать эти вещи. Цифровой трекинг в процессе обучения. Но все зафиксировано, нигде ничего не обманяется. Мы же говорим о смешанном обучении, не все можно зафиксировать. И живообщение тоже необходимо. То есть студентам, детям нужен некая социальная среда. Дистанционный режим это дает полный момент. И вот по поводу фиксации. Здесь я хотел бы наших зрителей успокоить. Вся информация, которая фиксируется в процессе обучения, она является закрытой для третьих лиц. То есть защита персональных данных, она обеспечивается в любом образовательной организации. Ну, Асан, мы же знаем, что воруют такие вообще данные, массивы, такие базы данных воруют, что здесь вот все-таки надо, знаете, скептически немножко. Я не думаю, что такая информация может представлять какой-то интерес. Воровство уголовно преследуемо, а может быть их продают. Мы не знаем точно. Это отдельная история. Здесь хотелось бы все-таки, да. Информационная безопасность. Кстати, у нас на физтехе открывается новое направление, компьютерная безопасность, где будут, будем набирать студентов, где обучать самым современным и максимальным средствам защиты информации, ваших цифровых следов, ну и студентов, я имею в виду, которые будут в процессе обучения. Уже сейчас начинается все большая потребность таких специалистов, которые будут защищать данные. Но я так понимаю, что для различных социальных категорий людей вы придумываете какие-то программные продукты и производите их, да? Да, конечно. Вот мы в прошлом году создали курс истории. Он уже адаптирован для лица с ограниченными физическими возможностями здоровья. Видеоформенты снабжены субтитрами, с навигацией по субтитрам. То есть все согласно веб-доступности среды. И мы под руководством молодого, скажем, без пяти минут доктора педагогических наук собрали команду из таких детей, которые в первой этапе тестируют этот курс. Им интересно, они, считай, они увлечены. Мы смотрим, как это происходит. Получаем от них фидбэки, вносим изменения в курс и запускаем в производство массу. Ну, да, эта группа людей просто определяет, насколько удобно пользоваться тем или иным программным продуктом. Это студенты в рамках своего процесса обучения. Им интересно, мы их просто с ними собрали, вовлеченных таких ребят. Но они подсказывают вам, вот здесь вот что-то не так, вы меняете. Да, нам иногда, как его ни был стандарт, но нам нужно видение курса со стороны вот этого ребёнка. Нам кажется, тут всё в порядке, а он видит мир иначе. И мы должны модифицировать его. Об участии студентов я бы хотел немножко рассказать. У нас в университете, на самом деле, ещё до коронавируса и намного лет раньше, на кафедре прикладной информатики ведутся разработки массовых онлайн-курсов. Дело в том, что сейчас в Российской Федерации есть такой проект, называется «Открытое образование». И в соответствии с этим проектом создаются в ведущих вузах массовые открытые онлайн-курсы. И мы в рамках научно-исследовательской работы студентов привлекаем их к созданию таких курсов. И это позволяет им не только научиться созданию массовых, но и показать нам, какие моменты нужны в дальнейшем совершенстве. То есть, поддерживая коллегу, хочу сказать, что студенты действительно это не только потребители образовательных услуг, но и они участники и создатели, и соавторы. Здесь, да, коммуникация преподавателей-студент уже, знаете как, на равных правах практически, потому что у кого-то больше знаний в определённом направлении. Система образования меняется, хотим мы это или нет. Слушайте, ну в какую сторону она меняется? Конечно, в лучшую. Да? Вот некоторые люди говорят, что наоборот, народ у нас тупит, народу... Нет, если мы не будем чрезмерно её бюрократизировать, то будет всё прекрасно давать возможность студентам проявить себя. Мы это предоставляем в федеральном университете. Бюрократизировать, что значит? Какие-то требования от госаппарата к программным продуктам, чтобы там что-то там... Как можно создание меньше бумаг, заявок, записок служебных. Понимаете, студентов, да? У студентов, которые хочут участвовать, понимаете? То есть лишение вот этих преград. Вот и всё, вот это я имею в виду. На самом деле программа бюрократизации на самом деле будет решаться посредством цифровизации самого образовательного процесса. Вот созданием продуктов этих, да? Да, действительно, уровень бюрократизации с точки зрения формальной описания процедур, он будет возрастать. Почему? Потому что цифровые технологии не требуют описания. Да. Но для потребителя это должно становиться всё проще и проще и проще. И тогда действительно не будет необходимости формировать какие-то отчёты, они будут формироваться автоматически. И, соответственно, нагрузка на преподавателя будет минимальна. Преподаватель должен преподавать, развиваться, творить. Ну, вы знаете, сейчас вот знакомые преподаватели часто рассказывают, что у них очень много времени уходит на вот это вот общение электронное, на проверки в электронном виде, потому как им надо ещё и непосредственно общаться ещё со студентами. Готовиться к занятиям. Работа преподавателя – это работа над собой. Он не может просто так взять, начать и разговаривать. Он должен продумать сценарий, какой он бы ни был, в какой-нибудь был бы он в форме. Поэтому, да, я согласен. Им очень сложно производство. Это архисложная задача. Преподаватели некоторые не любят работать на камеру. Нам приходится, конечно, занятие от двух до пяти, чтобы он уже хорошо себя комфортно чувствовал при съёмке с участием. Какого-то контента, да. Доски, с видео. Вебинары ещё более-менее, как же мы, эта эпоха уже прошла, когда им было трудно. Но с камерой всё равно. Они не блогеры, большинство из них. Блогеры – это молодёжь, студенты. Так вот, в этом они и нужны нам. Мы привлекаем их. Студенты дают какие-то суперидеи, которые, не знаю, на основании их небольшого опыта жизни. Для вас кажется, ну, зачем это? А потом, когда внедряется, действительно, вот придумал, молодец. И здесь вот ваши связи с студенческим сообществом насколько продуктивны. Безусловно. Вот мы очень плотно работаем с кафедрой компьютерной инженерии и моделирования физико-технического института. И у нас много работает талантливых студентов. Вот мы несколько лет назад с ними создали систему цифровых образовательных сертификатов. После обучения система автоматически динерирует этот сертификат, подписанный в сети блокчейн. То есть по самым современным новым технологиям, которые подделать невозможно. Можно его потом передать дальше работодателю. После окончания студента обучения, конечно. Это создали студенты. Да, а вас что? А у нас в университете студенты развивают на кафедре прикладной информатики дополненную реальность. То есть разрабатывают мобильные приложения, с помощью которых создают образовательные продукты для детей младшего возраста, для дошкольников. То есть, к примеру, наводится мобильный телефон на предмет, предмет озвучивается. Что это? То есть обучение. И причем на достаточно высоком уровне они это делают, выигрывают даже гранты Госсовета Республики Крым. Слушайте, на дополненная реальность это вообще... А у нас еще есть на работе... Непочатый край работы. Да, запуска прокторинга и цифрового искусственного интеллекта. В этом году мы работаем с этим. А что у вас еще? Извините, прокторинг или что? Да, прокторинг. Это что такое? Это наблюдаемые испытания, экзамены. Удаленно. Как сдавать экзамен? Вот мы просто этот не поднимали удаленно. Прокторинг – это наблюдаемые испытания. Они, мы их создаем, могут быть, комбинированные. Слушайте, ну сдавать экзамены удаленно? Конечно. Подождите, там же столько возможностей списать, подглядеть. Полтора года мы этим уже занимаемся. Да, существует много способов обойти. То есть даже на настоящем экзамене не всегда преподаватель может поймать студента, который списывается в шпаргалки. Дистанционный прием экзаменов, да, существует много рисков. В свое время компания даже Microsoft отказалась от такой формы. Не существует стопроцентной гарантии, но можно с помощью прокторинга, это наблюдаемые испытания, где профессор, либо лектор наблюдает, как задают студенты дистанционно через веб-камеры. Этим оценкам, то есть повысить степень доверия, либо понизить. То есть сколько бы ни на балл брало, у преподателя всегда есть шанс нажать на дизлайк или минус, понизить балл. Студент должен знать, что он рискует, что у него общие оценки по экзамену, там тест какой он бы ни был, либо ответ в свободной форме, где он пишет, если это социально-гуманитарное направление, где он потеряет все кейсы, геймификацию и все остальное, что он заработал в течение года. И останутся истинные знания, да? Верно. Да, Роман, вы знаете, вот вы сказали повысить степень доверия. Я бы, так, знаете, резюмируя нашу программу, сказала бы, что повысить степень доверия вообще необходимо к цифровизации у всех наших людей, потому как многие еще все-таки думают, где-то нас разводят, где не поймем. Будем надеяться, что вот доверие к этой части нашей жизни будет повышаться, да? У нас в студии были Асан Керимов, декан факультета экономики, менеджмента и информационных технологий Крымского инженерно-педагогического университета имени Фюзия Кубова и Роман Шосток, руководитель отдела разработки цифрового образовательного контента Центра электронного обучения Крымского федерального университета. Огромное спасибо вам за беседу. Можно было еще говорить очень долго, потому как это просто тема нескончаемо интересная. Ваши буквально 5 секунд пожелания нашим слушателям. Асан, не бойтесь информационных технологий, они принесут нам только хорошее. Образование это увлекательно, интересно и это есть творчество. Не бойтесь, работайте над собой, удачи. Спасибо большое, до свидания, удачи вам во всех проектах. До свидания. Радио Крым